Во имя Отца и Сына и Святого Бога. Как пишет Иоанн Богослов в своем послании, Христос пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И вот то, что Он делает, о чем пишут евангелисты, разные дела исцеления, изгнания бесов из одержимых, это все, конечно, вот те самые дела дьявола. И евангелисты показывают, что Он призван разрушить эти дела, ликвидировать последствия того самого грехопадения первых людей, после которых и дьявол укрепился на нашей земле, как бы сказать, кажется, нескончаема его власть. И прежде всего, конечно, главное дело дьявола, это, пожалуй, как вот написано в книге «Премудрости Соломона» «Завистью дьявола вошла в мир смерть». То, что вот смерть и время царят на земле, вот это время физическое, где все рано или поздно исчезает в небытие, разлагается, кончается, само в себе имеет конец, и вот жизнь кончается каждого из нас в этом мире физическое. Это тоже своего рода дело дьявола. И вот только что был прочитан отрывок апостола Павла из 15 главы Коминфином послания. Фактически это пасхальный отрывок, где говорится о победе над смертью. «Христос воскреснув, победил смерть», но это значит, что это действительно в нем дела дьявола были разрушены в воскресенье. Правда, это все с точки зрения вечности, с точки зрения Божией, с точки зрения нашей, пока смерть как бы еще не побеждена, она продолжает действовать. Вот, и мы ожидаем, опять-таки в нашем времени, будучи заключены в этом времени, что это время преобразится, что это время как бы тоже исцелится, и тогда уже не будет ни прошлого, ни настоящего, ни начала, ни конца, а все будет как бы настоящее, когда мы будем жить в этом преображенном мире. Но придется, как вот Христос вошел в наш мир, еще неисцеленный, чтобы его исцелить, и пришлось ему претерпеть и страдания физические, и боли, и переживания, нам, конечно, за ним следующим тоже что-то придется претерпеть из этого. Ну, по крайней мере, то, что мы пока еще смертны. Придется это тоже претерпеть и пройти через это, как и Христос прошел. Ну, а, конечно, и во времена апостола Павла задавали, наверное, вопросы. Очень многие вопросы задавали, типа того, что, а как это будет, какое будет воскресенье, в каком виде мы все воскреснем, и так далее, и тому подобное. До конца исчерпывающих ответов на эти вопросы не существует, потому что это все-таки тайна, пока еще это тайна. Но апостол Павел приводит некоторую аналогию из физического мира, говоря, что не всякая плоть у каждой даже и здесь живущей твари. Одна там у рыб, другая у птиц, третья у людей и так далее. Но есть плоть земная, а есть тело душевное, а есть тело духовное. Само выражение «тело духовное» вроде бы кажется сначала противоречием. Ну как, либо дух, либо тело, либо что-то одно, либо что-то другое. Но вот в этом исцеленном, очевидно, преображенном мире, наверное, и тела будут какие-то одухотворенные, облегченные, вот уже не имеющие каких-то физических свойств, как они сейчас имеют. А вот как Христос сам воскрес, с одной стороны, ел и пил перед учениками, с другой стороны, появлялся внезапно и исчезал, проходя сквозь затворенные двери. И вознесся на глазах учеников в этом же, в таком вот одухотворенном теле. Так что, что будет по воскресенье, остается для нас еще во многом тайной, но вот сеется тело душевное, как учит апостол, а восстанет тело одухотворенное, духовное. То есть мы ожидаем, в общем-то, преображения этого мира. Воскресенье — это не что иное, как преображение того самого мира и нас в этом мире, где будет, как, опять же, апостол Павел учит, «Все, Бог, все во всем» или «Все во всем». Аминь. Спасибо. Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»